С 4 февраля вступает в силу трехмесячный запрет на ретрансляцию в Латвии телеканала Россия РТР. Такое решение Национальный совет по электронным СМИ, НИПЛИП, принял 31 января. Запрет введен в связи с разжиганием вражды и подстрекательством к войне в передачах этого телеканала «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут». В распространенном НИПЛИП заявлении указывается, что, например, 22 мая 2018 года в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» ее ведущий недвусмысленно и неоднократно враждебно высказывался об украинцах, называя их бандеровцами, нацистами, антисемитами и бандитами. В свою очередь в передаче «60 минут» 11 января 2018 года российский политик Владимир Жириновский неоднократно призывал начать военные действия на территории Украины, а также оскорбительно высказывался об украинцах. Перед запретом ретрансляции канал НИПЛИП провел консультации с латвийскими и международными экспертами, которые заключили, что пропаганда в этих передачах расценивается как разжигание ненависти и вражды по отношению к жителям Украины. В условиях гибридной войны рупор кремлевской пропаганды, за которым стоят огромные финансовые ресурсы, и используют свои инструменты в разных странах. Об этом свидетельствует тот факт, что Россия РТР зарегистрирована не в России, а в Швеции. Те есть в ИЭС, Совет уведомил о выявленных нарушениях Европейскую комиссию и орган регулирования СМИ Швеции. Совет подчеркнул, что цель ограничений на ретрансляцию России РТР – мотивировать зарубежные электронные СМИ в дальнейшем соблюдать латвийские законы. В связи с этим выбран срок 3 месяца. Ранее сообщалось, что Россия направила Британии ноту.